МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о некоторых его темах. Город во тьме. Жители Дягилева жалуются на отсутствие освещения на улицах поселка. 50 литров контрафакта разного вида на территории бывшего завода в Рязани прикрыли алкогольный бутик. И на что готовы пойти черные риэлторы, чтобы завладеть недвижимостью в репортаже нашего корреспондента. Осень принесла в Рязань не только листопад и дожди, но и раннее окончание светового дня. В конце сентября резко обострились проблемы с освещением улиц и дворов областного центра. Рязанцы жалуются, что с натуплением темноты ходить по многим улицам становится не только страшно, но и небезопасно. В редакцию телекомпании обратилась жительница района Дягилева. По ее словам, световых поселков уже нет более трех месяцев. На двух улицах Центральная и Дягилевская работают всего два фонаря, но не освещают дорогу к школе, остановочные пункты городского транспорта и пешеходные переходы. Местные жители неоднократно обращались в администрацию района и города, а также в управляющую компанию по освещению района. Я заявку записала, я просто диспетчер, я заявку записала, передам ее обязательно на участок. Мы находимся на улице Центральная в Дягилево. Более трех месяцев именно здесь отсутствует уличное освещение. Жителям поселка в темное время приходится ходить с фонарями, хотя здесь на месте стоят два столба, в которых всего лишь необходимо заменить световое оборудование. Из-за плохого состояния дорог и отсутствия тротуаров жителям приходится выходить на проезжую часть. Рискуя жизнью, они идут по дорогам, которые хоть как-то освещаются фарами проезжающих автомобилей. Большинство россиян уверены, что они употребляют только легально произведенные спиртные напитки. Доля граждан, сознательно покупающих контрафактный алкоголь, относительно невелика. Зато достаточно высок процент тех, кто не уверен в оригинальности потребляемого спиртного. Именно благодаря таким людям и выявляются точки продажи подделок. Грязное помещение, мутное содержимое бутылок и низкая цена на элитные марки. В полицию обратились неравнодушные жители окраины города. Они сообщили о подпольной продаже алкогольной продукции на территории бывшего завода «Центролит». Сбыт был организован в сторожке пункта по приему аккумуляторных батарей. Получить в хозяйственном помещении лицензию на продажу алкоголя невозможно, но клиентов заведения это не смущало. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на реализуемых товарах признаки контрафакта, низкое качество полиграфии акцизных марок и отсутствие на них голограмм и специальных нитей. Сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю и в ходе досмотра помещения сторожки изъяли 50 литров алкогольной продукции различных наименований. Образцы спиртного будут направлены на экспертизу, которая определит степень опасности содержимого подозрительных бутылок. Если будет установлено, что продаваемые напитки представляют опасность для здоровья, то наказание для нарушителя будет ужесточено. Ранее в данной сторожке уже пресекалась незаконная продажа алкоголя отечественных и зарубежных марок. Весь ассортимент был изъят. В отношении 40-летнего рязанца, занимавшегося продажей контрафактного спиртного, вновь составлен протокол об административном правонарушении. Сделки с недвижимостью – одна из наиболее встречающихся сфер, где орудуют мошенники. Прежде чем поставить подпись, необходимо, как в той поговорке, семь раз перепроверить договоры доверенности и деньги. Этого не сделала жительница Рязани и поплатилась за излишнюю доверчивость собственной квартиры. Мошенников же не остановил даже тот факт, что она является инвалидом и в одиночку воспитывает сына, возможности которого также ограничены. О том, как аферисты зарабатывают на самой уязвимой части нашего общества – в материале Анны Герцовской. Десять лет назад Валентина Михина после перенесенного инсульта решила продать свою двухкомнатную квартиру в районе Дашково-Песочня. Она доверилась своей знакомой, поскольку не знала, как нужно заключать такие сделки. Я обратилась к Ивановой Ирине. Она продавала квартиру мою. А доверенности она сделала на ногу, на свою подружку, которую я вообще не знала. Доверенность на постороннего человека – идеальная махинация. Валентина Михина делала так, как говорила ее приятельница Ирина Иванова. По словам нашей героини, ее помощницы продали квартиру, изрядно выпили, ушли в загул. В ходе которого деньги оказались у Ивановой. А женщина, на которую была написана доверенность, начала их поиски. А когда она очухалась, пошла туда с деньгами-то, ее, Ирину, уже закрыли, понимаете. Посадили ее, она была по последствиям по уголовному делу. И она, нога, нашла только 200 тысяч. 200 тысяч. И вот купили за 130 дом, это мужу моему бывшему, я с ним развелась. Вот. А нам ничего не купили. После этого Ольга, нога, поселила Валентину Михину сюда, в квартиру своей сестры. Здесь же ее и прописали. Затем в 2008 году выписали. В 2009-м наша героиня получила второй инсульт и живет здесь по сей день со своим сыном, который ослеп и практически обездвижен также в результате инсульта. Тоже без прописки. И парень, у него инсульт был. Да. Не могу ничего делать. Ни группы, ничего. Судебные тяжбы идут на протяжении всех 10 лет. По факту, судебное решение о возврате потерпевшей денег за продажу квартиры было вынесено. Но Ольга, на которой легла ответственность за все произошедшее, к этому моменту уже умерла. Человек, с которого взысканы деньги, умер. И, соответственно, можно теперь только посмотреть, являлся ли он собственным какого имущества и есть ли наследники. То есть, если наследники есть, то можно обратиться в суд к наследникам и взыскать этот долг. Другой вариант – доказать, что на момент продажи жилья Валентина Михина не отдавала отчет своим действиям. По факту, вся проблема этой истории в том, что изначально нужно было выбирать правильных людей для совершения сделок. Адвокаты рекомендуют заниматься продажей квартиры лично. А если составлять доверенность, то только с одним условием. В доверенности должно быть четко прописано, какие полномочия по получению денег имеет ваш поверенный. Я считаю, что надо всегда указывать, если предоставляется право получения денег за вас, указывать, что фактом передачи денег является расписка. То есть, этот пункт надо обязательно в доверенности указать. То есть, если расписки нет, значит, деньги не были переданы. То есть, это какие-то минимальные гарантии, то, что вас не обманут. По словам нашей героини, ее сумел обмануть даже адвокат. Он прописал в доверенности в качестве своих полномочий возможность получать за Валентину Михину деньги и принадлежащее ей имущество. Получил ли он что-то, неизвестно. За несколько судебных заседаний наша героиня отдала за услуги адвокатов около 30 тысяч рублей. Хотя в соответствии с федеральным законом номер 324 инвалидам 1 и 2 групп предоставляется бесплатная юридическая помощь. Областная палата адвокатов также является участником этих мероприятий. Так что, граждане, будьте внимательны, доверяйте продажу квартир только проверенным людям и всегда читайте то, что подписываете, не забывая советоваться с юристами. Госавтоинспекция советует всем водителям перед выездом обращать внимание на прогноз погоды и уже задумываться о замене летней резины на зимнюю. Автолюбителям в дорогах следует быть более внимательными. Температура ночью уже близится к отметке в 0 градусов. Осень неумолимо движется к своему календарному экватору. Если чем может порадовать последние дни, так это сухой погодой. Поднадоевшие уже дожди закончились. А вот столбики термометров устремились вниз, обеспечив температуру воздуха на несколько градусов ниже климатической нормы. Виной всему скандинавский антициклон, на восточной периферии которого оказался наш регион. Северные потоки принесли холодный арктический воздух с Баренцева моря и Новой Земли. Во второй половине недели влияние антициклона станет немного ослабевать. Поэтому в отдельных районах не исключены слабые осадки. В том числе и в виде первого снега. А температура воздуха еще на пару градусов понизится. Среднесуточная ожидается в пределах 2-4 градусов, что ниже климатической нормы на 2-3 градуса. В общем, ждем первого снега и одеваемся теплее. Автомобилистам, кстати, госавтоинспекция рекомендует быть предельно внимательными на дорогах в связи с похолоданием, а также напоминает о более длинном пути торможения и недопустимости резких торможений и перестроений. Многие водители не могут сразу перестроить свой стиль вождения и продолжают ездить, как в летний период, позабыв ощущение скользкой дороги. Автомобилисты не всегда соблюдают скоростной режим и дистанцию, что часто приводит к увеличению количества ДТП. Госавтоинспекция Рязанской области настоятельно рекомендует водителям начать готовиться к зимнему периоду, в связи с чем проверить техническое состояние автомобиля, перестроить манеру вождения на более спокойную и для лучшего контроля над автомобилем рекомендуем установить зимние шины. В Рязани проходит конференция по защите детей от интернет-угроз, безопасность в образовании. Сотрудники различных инстанций и организаций сегодня, как никогда, заинтересованы в информационной безопасности несовершеннолетних. Подробнее Наталья Новикова. На мероприятии присутствовало более 250 человек. Тех, кто, как никто, обеспокоен безопасностью детей и образовательных учреждений. Это представители Министерства образования Московской и Рязанской областей, органов Роскомнадзора, МЧСов, СТЭК России, педагогический состав Рязанской области, разработчики программных продуктов и наиболее компетентные эксперты. Отдельный раздел конференции был посвящен аспектам работы образовательных учреждений. Руководитель Центра защиты детей от интернет-угроз Владимир Рогов выступил с двумя докладами, рассказав о роли органов государственной власти, образовательных учреждений и некоммерческих организаций в обеспечении информационной безопасности детей, специфики образовательного процесса в современных условиях и вопросам противодействия экстремизму и патриотическом воспитании молодежи при помощи информационных технологий. Более двух тысяч экземпляров методических материалов Центра в ходе конференции разошлись как семечки. Со слов председателя Союза защитников информации Александра Бражникова, результаты конференции получились очень плодотворными. Визит в регион позволил не только поделиться положительной практикой, но и способствовал заключению договора о сотрудничестве и взаимной деятельности с Рязанским Центром защиты детей от интернет-угроз. Благодаря данному мероприятию у нас создался союз с организацией вашей Рязанской защитой от детей от интернет-угроз. Мы с ними подписали соглашение и теперь будем сотрудничать активно в этой тематике, потому что сейчас это очень важно, в других регионах это уже работает. Я думаю, в ваших тоже уже будет скоро это дело хорошо выполняться и будут новые и новые появляться люди, которые будут заинтересованы в этом деле. Примечательно, что Рязанская общественная организация вышла на столь высокий уровень деятельности и начала расширять географию присутствия в московский регион и иные субъекты России. Студенты медицинских вузов из 15 регионов страны собрались в Рязани, чтобы проверить, кто из них сильнее в плавании. Всероссийские соревнования открылись в Аквамеде. Бассейн неоднократно становился площадкой для проведения чемпионатов разного уровня, но к этим соревнованиям в Рязанском медуниверситете отнеслись с особым вниманием. Открытый всероссийский чемпионат по плаванию среди студентов медицинских и фармацевтических вузов России события, к которому в Рязанском медицинском университете имени Павлова готовились давно. Важность этих соревнований для города и в частности для вуза подчеркнули в ходе приветствия почетные гости. Тем, кто сознательно выбрал обучение в медицинском вузе, остаться в профессиональном спорте оказывается довольно сложно. И то, и другое требует полной самоотдачи и большого количества времени. Однако сегодня здесь, в бассейне Аквамед, собрались именно такие герои, которым удается совмещать. Парадокс именно в том, что вместе с серьезнейшей учебой, с очень большими учебными нагрузками ребята ищут время, приходят, тренируются, болеют за свой вуз и поэтому достигают очень приличных результатов. Я очень рада, что среди медицинского спорта, студенческого, наконец-то появились серьезные соревнования, как первенство России. Иваново, Новосибирск, Челябинск, Кубань, Москва, Самара. География вузов участников чемпионата обширна. Для кого-то это первый визит в Рязань. Бассейн новый, очень комфортный, то есть все очень классно сделано, мне здесь нравится. Мы хотим быть первыми, у нас есть такая надежда, мы рассчитываем на первое место. Конечно, самое главное это поддержать свой вуз, показать, на что мы способны, и просто проверить себя, свои способности, свои силы. На эти соревнованиях я просто рассчитываю проплыть на все, что я способна. Особо достижений не было, но я думаю, все еще приди. А вот москвичи уже в третий раз в гостях у РязГМУ. Им условия, созданные в бассейне, кажутся наиболее комфортными и для тренировок, и для соревнований. Напомним, бассейн Аквамед внесен во Всероссийский реестр объектов спорта. Мы в третий раз уже приезжаем в ваш город, в этом бассейне мы тоже в третий раз. На самом деле это самый лучший на данный момент бассейн. У нас просто в Москве идентичные, прям такой же почти. В одной программе построены. Городов много, ребят сильных тоже достаточно много, но мы готовились уже порядка полугода, поэтому рассчитываем только на лучшие. Но мы уже не первый раз участвуем в соревнованиях среди медицинских вузов, и поэтому спортсмены там довольно сильные, и поэтому борьба будет тоже сильной. Чемпионат включен в план значимых мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации. Соревнования направлены на формирование здорового образа жизни, привлечение студентов к регулярным занятиям плаванием, повышение качества спортивного мастерства и укрепление спортивных связей между вузами. Продляться состязания два дня. Наблюдать за спортсменами все это время можно онлайн. На сайте вуза в продолжение всего чемпионата будет вестись трансляция соревнований. На этом все. Другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова